В финале! В финале, Лиза! В финале! Ну и Юлия Липницкая, лидер после короткой программы, спортсменка, которая уже успела покорить страны и континенты, и, насколько я понимаю, новой произвольной программы поставить спортсменки не успели. Короткая, великолепная, ну а произвольная, если ничего не путаю, из сезона трехлетней давности, когда Липницкая выиграла все по юниорам, и чемпионат мира, и финал Гран-при. Да, да, она, Ромео и Джульетта. Мунджорно перной, Нина Рота. 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 А это значит, что появляется шанс у кого там? Кто сейчас второй? У Канака Мураками. Можно себе представить? Вот у такой Канака Мураками появляется шанс против Южницы. Это вообще какое-то наваждение. Ну нет, все в паре с компонентами. И все-таки Токтамышева. Елизавета Токтамышева выигрывает этап гран-при. Выходит в финал с вторым и первыми местами Соединенных Штатах Америки и в Китае. У Юлии Лепницкой сегодня второй результат. И у нее еще будет выступление во Франции, где ей нужно показать как минимум такое же. По результату, не скажу, что катания. Именно нужно показать как минимум такое же место. Ниже второго не опускаться. А кто в соперницах у нашей спортсменки? Ну Елена Родионова в первую очередь. Эшли Вагнер во вторую. Ну и остальные, как бы они не упирались в случае, если Юлия Лепницкая будет кататься на своем уровне, то ничего им, конечно, не светит. Хотя есть еще Мария Артемьева, и я почему-то все равно верю в Машу. Другое дело, что у нее пока нет практически никакого международного рейтинга, и ей оценки за компоненты по умолчанию будут стоять значительно ниже, чем Родионовой, Лепницкой и Вагнер. Так что и Маша не конкурент. Лепницкой, как бы она ни выступала на следующем этапе Гран-при в России. Так что Лепницкой нужно занимать не ниже второго места во Франции, в Бордо, и она тоже будет в финале. Как и Елизавета Тухтамышева. Первая из наших, которая пробивается в финал Гран-при. И не нужно грусти. Срывы бывают у всех. В конце концов, вот та самая ноша, которую взвалили на Лепницкую зрители и все остальные, после Олимпийских игр, она является непосильной для 15-летнего, фактически, ребенка. Да, старая программа. Но она, во-первых, не катанная уже три года. А во-вторых, видимо, очень много сил ушло на поиски новой программы. Короткая-то, шикарная. Произвольная, другая. Может быть, увидим что-то новое. Пока просто ждем оценок спокойно и не устраиваем истерию. Юлия Лепницкая с результатом значительно ниже ее потенциальных возможностей, 104 балла, занимает второе место в произвольной программе. Занимает. Нет, произвольную она, по-моему, проигрывает все-таки по линии Эдмундс, но это тоже не принципиально. Она произвольную проигрывает еще и мураками. За два дня она все же вторая. У нее 13 очков в общий засчет Гран-при. Ужас бывает. Бывает у всех. У Лепницкой не было раньше. Сейчас есть. Ничего страшного. Итоговая таблица вашему вниманию, как выясняется, с огромным запасом. Елизавета Туктамышева выигрывает этот этап Гран-при. Юлия Лепницкая становится второй. Мы все равно лучшие. Как ни крути. Как ты наших не представляй. Первое и второе места при условии двух российских спортсменов остаются именно за этими девчонками. Мы все равно любим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...